Добро пожаловать на волейболе седьмых спортивных игр народов Якутии в селе Амга. И сейчас у нас четвертьфинальные встречи. Третья четвертьфинальная пара. Покажем на нашем телеканале встречу между командами Чуропчинского и Олегминского районов. Комментируем игру Татьяны Иванова и Александр Ушницкий. Дорогие друзья, игра это тоже принципиальная. Первые две игры были очень динамичные. И здесь фаворитом является Чуропчинский улус. Но молодая команда Олегмы сопротивление будет, состязание будет очень упорное. Здесь семейство опытных игроков с Олегми, с молодежью. Некоторые игроки его школьного возраста, чуть-чуть старше, там 18-19 лет. Хочется сказать, что эти команды, первые две команды, которые в полуфинал, они будут играть за первое четвертое место, а проигравшая команда будет играть за пятое место. Давайте вспомним, кто же у нас пока вышел в полуфинал. Определились уже первые два полуфиналиста. В первой четвертьфинальной игре, тоже в равной игре, но по счету 0-3. Мегино-Кангаласский район проиграл сборной Омгинского улуса. Омга первый полуфиналист. И во втором четвертьфинальном поединке у нас игра была из четырех партий. Якутск проиграл команде сборной Намского района. И сейчас, пожалуйста, к вашему вниманию, третий четвертьфинальный матч между командами Чуропчинского района в желтых игровых формах и командой Олегминского района в сине-белых игровых формах. Ну, Олегминский балетбол мы редко видим в телевизионных экранах и редко видим в чемпионатах. Но Олегма временами выставляла очень сильные команды. Мы помним, что в Олегминском районе проходили спортивные игры народа в республике Саха-Якутия. После этого события, как обычно, дается толщок в развитии спорта. И в балетболе появилось две школы. Это школа в ТОККО, откуда выходцы сборники республики, наши братья Павловы, Сукуев и Горда. И вот новое поколение Олегминчан, которые в молодежном возрасте занимали призовые места республики. По возрасту команд, по заявке игроков мы видим, что игроки ровного 97-98 годов рождения и команда молодежная. Перед вами были судьи этого матча. Про сборную черопчей могу сказать, что это лидер. Последние пять лет это постоянный призер и чемпион нашей республики. Главный тренер Брутников Альберт. Он же является связующим игроком. И команда эта по составу очень добротная. Потому что здесь есть доигровщик Томфали Василий, который прошел школу, после школы учился в Хабаровскую школу в балетболе. В балетболе оттачивал свое мастерство. Есть молодые Пермяков Аркадий Либера, который потомственный балетболист. Я помню его деда. Даже так, да? Да, и Аркадий Пермяков тоже отменно играл. Ну и есть здесь Филипп Абинекентий. Тоже семейный отец Василия Филиппа был блокирующим центральным Чаровчинского луса. Один из лучших в нашей республике в 80-90-х годах. Ну а сейчас перед вами состав команды Олегминского района. И мы видим Василий Горбунов, капитан под номером 7. Стоит обратить внимание на игрока под номером 1. Под номером 1 Вячеслава Соколова на доигровке. И, конечно, самый высокий игрок номер 9 Александр Петров. 192 сантиметра его рост. И он будет на позиции центрального блокирующего. Парень молодой, всего 98-го года рождения. Что сегодня должны придумать Олегминчане, чтобы победить фавориты этой встречи? Не побоимся этого слова, команду Чаровчинского района. Ну, козыры. Игра очень быстрая у Чаровчинцев. Они играют взлет, прострелы. Излюбленные комбинации такие. Но за счет молодости и за счет сильной атаки. И спортивной наглости, наверное, да? Да, Олегма должна навязать борьбу. Попова, можно сказать, добавить, что он член сборной Дальнего Восточного округа среди школьников. Это воспитанник намского школы. Но он выходит с урожения Чаровчинского улуса. И является одним из основных игроков Дальнего Востока. И в скором времени он будет сейчас в первенстве России. А про Чаровчинский. Ну, я очень уважаю и люблю эту команду. И всегда слежу за ним. Здесь и вот молодые игроки вытеснили очень опытных. А я Алла Гаврилова, например, в центре Попова вытеснил. И сегодня отсутствует Андрей Филиппов, тоже брат Иннокентия Филиппова. На доигровке Томфали Василий, Лавров Тускул тоже более опытных игроков вытеснили. Они сейчас в составе. Состав очень сбалансированный. И главный тренер Альберт Бродников является одним из лучших тренеров. И мозговым центром команды на площадке. От связующего игрока подача улетает в аут. 2-1. Счет впереди Чаровча. Вчера в групповой игре против команды города Якутска Чаровча показала тоже чуть ли не все свои сильные стороны. Очень хорошие были атаки, игра на защите. И сегодня мы вправе ожидать от ребят высококачественный волейбол. Томфали Василий является доигровщиком. Иногда играет и в Либера сборная команда Республики Нашей. Второй призер в Сахалине два месяца назад. Наши сессионы обыграли команду мастеров. Так что по исполнителям сильнее все-таки Чаровча. Ну и ветеранов хочу Владимир Сидоров. Человек комменциональный. Но и когда Володя ловит свою игру, это очень хороший, классный игрок. Как было вчера против Якутска, да? Обладает очень сильным, мощным атакующим ударом. Ну и в защите от него пользы много. И Евгений Пермяков, Либера команды. Часто тоже вызываются различные клубные команды и сборные команды. Тоже добротный доигровщик. Очень хорошим чувством выбора места. Либера. Да. Ну, с карьера в бою Чаровча, как более балансированная команда, ведется счетом 5-2. И на линии седьмой номер у нас. Тускул Лавров. Да. Тускул вот два появлялся на заменах. Сейчас уже является основным доигровщиком. Тускул Лавров является капитаном команды сборной Якутии на играх «Дети Азии» 2018 года. А у нас в диагонали кого поставил Альберт Бродника? На доигровке Сидоров, натыкается на блок. Как раз... Лавров, что ли? Лавров пока на задней линии. А, нет, на доигровке. Тускул Лавров. На доигровке, да. Это был десятый номер Вячеслав Соколов. Есть очень хороший прием. Переходя... Без касания блока, да. В аут уходит мяч. Седьмой мяч. Ошибка. Ошибка нападения допускает Алекма. Ну, про Алекму можно сказать, что характерно, что в алюкминских командах всегда играли братья. Близнецы, двойняшки, ну, там, погодки. И бывало, что, ну, в три фамилии все участвовало. Там Янков, Феоктистов, грубо говоря. Платонов, да? Платонов, да? Платонов, да? Янков, Феоктистов, Платонов. В общем, в свое время, я уже об этом сказал, очень хорошие игроки. Но сейчас, если вот собрать по уроженцам Алекму, да, тоже сильнейшая команда получится. Вышла бы, да? Да, вышла бы. Но... Соколовы, Павловы тоже семейная команда получилась бы. Но пока есть у нас Василий Горбунов, Богдан Кулагин, Либера. Начало партии-то счет приемлем, но Алекму допускает собственного брака очень много. Не подает. Перекинутые мячи не доигрывает. За счет этого вот... Классная подача. Здесь просто взглядом провели мяч. Мяч на площадке. Сидоров, Владимир. Прием есть. Атака по блоку. Шестое очко. Себе в копилку кладут Алекминский волейболист. И счет разрыва все уменьшается. Да, вот так надо играть классически. Ну, как бы доиграть в четвертой зоне с диагонали. И высоких мячей. Ребята-то прыгучие. Хорошо задумала Чуропча комбинацию, но завершающим ударом не получилось. На чистой сетке атаковал Владимир Сидоров. Вот первая подача. Хорошая силовая подача. Есть прием. Мы говорим, первый тем это грозное оружие Попов. Да? Восьмой номер на спор. Алексей Бурсов. Ну, мы разберемся. Сейчас протоколы. Мячин Сергеев. Вчера они были задействованы тоже в игре. А сейчас на подаче Максим Карташов. Смазанный прием от Сиена. Сам атакует Владимир Сидоров. Опять без доигровки мяч перекидывается. Просто если так, будешь играть, Чуропчу не выиграть. Алекминской команде надо рисковать. Постоянно рисковать. Вот такими накатами, скидками. Просто Чуропча грамотная команда. Любые зоны закрыты там. Одна из лучших команд, которая защищается, да? Лучше всех. А вот здесь на противоходе. Накатил, да? И верить надо. Валютминским ребятам надо верить в победу. Заранее не проигрывать. Да, конечно. Не бояться вторник. Ну, ребята молодые. Амбиции молодых. Это вам не волнение. Игроков в возрасте. Могут ребята что-то показать. Опа. Один в один. Десятый номер. Ловит диагональ. Вячеслав Соколов. Тумфоли закрывает. Это тоже дорогого стоит. Показатель, да? Да. А Василий Тумфоли в диагонали оказывается у нас. Или у них ротация постоянно может идти. Потому что игроки-то универсальные. Могут иногда использовать. Младший Филиппов на доигровке. Вот открытая и свободная сетка. Для Киши это легкий мяч. Андрей Филиппов, его старший брат, в скором времени верим присоединиться к своей команде. Ближе к полуфиналам. Скажем так. Но Попова вытеснить-то трудно будет. Есть достойная замена. И не чувствуется, да, отсутствие Андрея. Сидоров Пайп. Ну, крест, да, прямой крест. Отвлекал центральный. И замыкал доигровщиков на метр. Ну, полтора метра высоко мяч был. 13-10. Набирает обороты Чуропча. Сейчас снятся на далек месту. Не радует, что, да. Вот так надо играть. Блок, блок, блок-аут. На силу. Пройдет, так пройдет. Просто не лукавить, не перемудрить главное. Василий Горбунов. Надо отдельно про Василия сказать. Он после школы попал в университет. Сейчас работает МВД. Пропадал маленько. Но Василий очень быстрый, грамотный, центральный блокирующий. Он был в свое время основным игроком Сергея Геляха. И становился чемпионом нашей республики. И тогда они в равной борьбе, уступая по росту, там, по опыту Ленскую команду, но обгорали в сухую в финале. Это был золотой состав волейбольного клуба Сергея Геляха. Который вот до сих пор является основным игроками многих сборных. Да, обеспечивает. Поставщик Семен Васильевич Соборайкин отшлифовывает для многих сборных их студентов, игроков. Вот Пермяков вовремя. Поставал и все. Вот за счет позитивной игры в защите очень хорошей доводки. Второй раз такую же одинаковую комбинацию и замыкает Владимир Сидоров. И очень хорошо, зрячую замыкает. Да, вот командным движениям и зонной защиты алюкменчанам опыта не хватает. Командного движения нету. И есть, игроки иногда становятся в линию, так называемую, да? В незрячую линию. И когда, ну, разрыв по длине площадки максимальный, и в эту зону попадает нападающий. Обязательно смотрят на площадку чуровчинцы. Сейчас судьи что покажут. Попал, да? Попал на площадку. Атака. Лёхминцев пас из глубины. По картинке мы не видим, но счёт на равенство. Вот так надо постоянно играть. Аут. Нет. Мяч. Поле. Зашагивание дел. Иннокентий Филиппов. Ну, это его игра. Мяч отводится от блока, открывается и успевает замкнуть его. Очень красиво. Как в фигурном катании Василий Горбунов забил. Драйв. Он с затыльной стороной. Это Александр Петров, который... Длинный. Высокий. Высокий самый. Да, да, да. Извиняюсь. А вот это... Ну, по пропорции, как по фигуре, да? По метрическим, да? По антрометическим, да, похожи. Да, похожи. И по лицу, как будто бы, даже похожи. Ну, Алёк Моэн... Там интернационализм очень большой. Торинной интернационализм. Второй раз такой удар. Из Башкирии, татары, русские, овены, овенки, якуты, грузины, местные. Аут. Володя допускает такие ошибки. Это бывает с ним. Но он, если заведется, бывает тоже, если... Ну, как бы... Пойдет, так пойдет, да? 16-18. Разрыв 2 очка. Здесь, наверное, к месту будет сказать, что только что завершилась четвертьфинальная игра женская между командами тоже Чуропчи и Алёк Минска. Победила команда Алёк Минска в пятой партии. Очень была напряженная игра. И чуропчинские девушки уступили в пятой партии со счетом 7-15. Ну, это задовало добавить Алёк Минска, парня. Под уверенностью, да? Это вызов от их женской команды. Вот мы справились. Поддержать надо. Вот мы справились с Чуропчой, да? Поддержите нас. Почин. Ну, они сильные, команда женская. Она призер из публики. А вот... Альберто Бронников уже нашел такие слова, что ребята выговорят здесь не на прогулке. Ну, шапка закидательством в волейболе. Это наказывается. Тут же наказывается. Да, тут же наказывается. Счет-то приличный. 18-17. И подает Алёк Минска. Александр Петров. 21 год. Силовую, да, подаст? Да, он прыжки подает. Накатывает маленько. Вот, классная подача. Правда, прием есть. Есть. Даигровка Берейковая здесь забить не получается. Альберт тоже плаща. Под самую линию. Да, в девятый метр. Красавец Владимир Сидоров попадает ровно под линию. Или даже на линию. 19-17. Альберт Бродников. Опытный. Тренер, опытный игрок. Но ему пора воспитать, да? Хорошего, связующего. А он воспитывал. Захара. Просто не удерживает своих. Захаров же был. Захаров был. Да, в университете. Но у него не получилось. С пропицкой или чем-то, да? Не, он, по-моему, вообще перестал в волейбол играть. То ли по работе, то ли... Понятно. Такие обстоятельства. Пришлось Альберту... Самому. ...вернуться, да, на связку. И сейчас вот... Опа, нет, не получилось. Перекинул, да, маленько. И Володя успел сложиться. Надо было чуть-чуть, да, вперед. А тут блок. Да, да, да. Здесь вот именно игрокового опыта не хватает. Молодым игрокам, да. Вот стоит хороший блок, и он по ходу бьет. Здесь время было именно сориентироваться. Перевести мяч. На линию. Да, на линию. Ваши два метра сетка крутая была. Скидка. Ну, это... Андрей Филиппов... Все Филипповы так умеют играть. Даже иногда, когда отец играл, мы считали, что он баскетболист. Он скидывал вообще капитально. Как будто бьет. Преимущество своего роста. Да. Ну, за счет силы, вот кисти, пальцев. Дает ускорение, видать, мячу. Три мяча ведет Чуропча. Возвращаются ребята. И для Чуропчи это хороший, комфортный задел. Надо что-то придумать. Олег Минчанам. Принять. Выше головы прыгнуть сложно будет. Но я настаиваю, чтобы ребята били, атаковали на подачу ударов. Аут. Если такие-то мячи, Попов отправляет в аут. Что-то на Селина на Сидорова играет, да? Видать, тренерская установка. Я говорю, вчера у Володи игра очень хорошо шла. И очень много очков заработал против Якутска. А сегодня, вот видно, чуть-чуть не сконцентрировался. Может, это стратегическая задача Олега Попчан, чтобы ее вывести с игры. Постоянно на него подавать. Ну, не знаю. О, блоком, вот. Горбунова-то не проведешь. 21-21. Отрос, да, еще? Но он бы все равно поймал, да? Да, готов. Закрыл бы Филиппова. Счет 21-21. Вот это вот неожиданная развязка партии. Поля. А это игра Чуропчи. Василий Тумфали. Он универсальный игрок, он доигровщик. Но сегодня играет, вынужденный играет в диагонали. И берет свои мячи. 21-22-21. Прием смазали. И здесь, да, это неопытно. Не доработал кистью. Но как-то неуверенно вышел, да? Не ожидал, видать, с такой глубины нападать. И решил накатить, а мяч-то ушел в аут. Вы все слышите? Какое настроение у ребят за пределами площадки. И сейчас посмотрим. 23-21 на подаче Василий Тумфали. Идет третья четвертьфинальная встреча Чуропча-Алекма. Ну, здесь Олег мне надо сейчас снять с этой подачи. О-о-о. Вот это лучше не придумаешь. Самый высокий игрок допускает три подряд ошибки. Ну, населенная передача Василия, да? Да, конечно, он все видит. Да, здесь защитные ряды. Его надо... Либер, что ли, у них... Почему-то... Либера есть, по идее. ...не выходит на площадку. Нужный момент здесь за счет собственных ошибок. И здесь на пролом лежит. Первая партия 25-21. 1-0. Впереди Чуропчинский улуз. За счет класса, за счет командных действий. Разнообразных атак. Ну, и блока, да? Блок очень хорошо себя проявил в первой партии. Чуропчинский. Ну, Альберт Бродников перерыв правильно. Требовал своих игроков, видать, игроки уже мысли на финале. Бывает такое, что... Проходные якобы матчи, но... Ну, Либера есть, но он молодой. Богдан Кулагин. Ну, и здесь тренером Алёк Минчан выступает Гаврил Сивцев. Его специальность... Да, масс-рестлинг. Мы знаем его как одного из сильнейших масс-рестлеров в своем весе. Вооружение Смегина-Кангаласского района. Ну, физкультурный тренер обязан игровые виды-то. И еще раз предстартовая настройка. И готовы волейболисты начать вторую партию. Перед вами самый высокий игрок сборной Алёк Минского района Александр Петров. 192 сантиметра. Но Либера появился в второй партии. Может, он опоздал просто на разминку. Не может такое быть, что нападающие, говорят, сами справятся на линии защиты. Сейчас посмотрим. Евгений Пермяков спокоен, улыбается. В хорошем игровом настроении. На подаче Максим Карташов. Счет пока 0-0 во второй партии. Есть прием. Касание сетки. Командная ошибка допускает Алёк Ма. На блоке. Вот видим. Хороший ракурс. Василий Томфале. Мы с этого игрока ждем большого. Связываем с ним надежды, да? Он с юных лет со школы, вот дети Азии уже на высокий уровень доигровщика вышел. Но сейчас меняет. Амплуа. Да, амплуа. Играет иногда Либера и в республике. И доигровки. А сегодня играет в диагонали. Отличная комбинация. Красивый темп. Завершил Владимир Сидоров. Обязательно увидим. Вот они практически одновременно поднимаются. И попробуй тут угадай, да? Кому, кто будет атаковать. Владимир Сидоров на мгновение позже завершает атаку Чуропчинского района. Здесь блок цепляет и без атаки, но... Защищается Алёк Минский район. Теперь Чуропча без атаки осталась. Играет какой-то... Да, не смог Василий Горбунов замаскировать свои действия. Просчитали, да? Да. Ну, видно было уже по движению рук. И его... Ау. Теперь не попадает на площадку. Да, ну, просто слишком близко был от края сетки. И он, походу-то, надо было 2 метра забить, тогда он попал бы. А вот 5 метров он уже по ширине уходит. Геометрия. Тумфоли держит подачу Василий. Отскок в пользу Чуропчи. Там ровно на линию приземлился мяч. Вот. Даже перед линией. Спасибо операторам и режиссерам. Блок, площадка. Пятый раз будет подавать. Что-то 4-0 должно быть. Да. Мне такое ощущение, что Василий наступает, да? На линию? Да. Что-то проморгало этот момент. Да, вот синяя... Линия. Площадка, обозначение площадки. Ну, нестандартные краски мы площадки играем. Потому что это две площадки одновременно в одном универсальном зале. И, возможно, вот линейные иногда... Путают, да? На левую линию, может быть, ориентируются. 5-2, 5-1. Олег, надо... Должна... Силовый волейбол играть только так. В остальных компонентах... Вот так надо играть. Надо методично бить и бить. А скидывать зачем? Вот так скидывает Чуропча. Например. Ну, это в классе... Ну, правила такие, если... О, отлично. Глубину площадку старается, вот, переходящие высокие бросать, чтобы этот... Меч не возвращался, да? Время было... В команде дать время, чтобы защитные ряды выстроились. Перестроились, ага. Что-то случилось, не дай бог. Какое-то повреждение. При счете 6-1. У нас первый тайм-аут. Сейчас послушаем. Да, Альберта ноги-то всегда проблемные были. И спина проблемная была. Василий Горбунов потребовал движения. И, да, чтобы... Говорит, вам терять нечего. Играйте. Вот, как вы говорили, что-то со спиной у Альберта Бродникова. Лавров, да, у нас нападающий? Тоскул Лавров. Молодой, хороший игрок. Перспективный. Сложно для Лёгмы сложно. Без вариантов. Без сопротивления, да? Без сопротивления переходящий в мяч сеточный. Тут двойной блок не успевает. Горбунов прыгает одиночным. И, естественно, не составляет труда центральному блокирующему вывернуть кисть так, чтобы и сильно, и по месту. Лавров держит подачу. 7-1. Долгий-долгий розыгрыш. И ошибка. Пайфи. Мяч в ауте. В пользу Алёгмы. 2. Второе мяч его. За вторую партию они выиграли. 2-7. Василий Горбунов. Опытный игрок. Пора, наконец, стартовать Алёгме. Что-то. Вот, например. Мне показалось, что мяч на площадке, но судьи указывают на аут. 8-2. И вновь Алёгмин пока ни с чем остается в этой партии. Иннокентий Филиппов. Ну, сейчас счёт очень комфортный для чаровчинцев здесь. И да, надо уже, на самом деле, наигрывать определённые связи. Так легко. Мы сегодня в четвертьфиналах такую игру лёгкую не видели. Молодая команда Алёгмы пока ничего добротного показать против чаровчи не может. И для чаровчи этот матч надо использовать по максимуму, чтобы наиграть определённые комбинации, командные движения. С прицелом на полуфинал, да? Слишком, ну, прямолинейно поиграет. Семён Хастаев у нас в качестве связующего игрока. Игрок под номером 2. Здесь свыше блока и вау. Владимир Сидоров, один из лидеров, лидеров Чаровчинской команды. И один из самых... Ну, можно даже сказать, по доигровке его могут и лучшего бомбардира дойти, да? Возможно. Ну, не будем так далеко забегать. Если до финала дойдут. Ну, могут претендент. Там такие мастодонты ещё есть. Команда Ленска, команда Амги. Команда Мирницкого района, к сожалению, не приехала? Да, ну, я не знаю, но Мирницкая хорошая команда. Ну, возрастная правда. Ну, многие воспитанники Минского волейбола учатся в Красноярске, в Иркутске. Да, не удалось собраться, видимо, ребятам. А девушка-то есть? Девушка есть. Они сейчас выиграли. А сейчас вот как раз играют в четвертьфинале против Амги 2. Сетка помогает Чарапче. Сильнейшим везёт. Попадает вверх сетки и в площадку. Да, уже ротации идут с составом. Пермяков на месте. Пайф Сидоров аут. Нет. Мяч в ауте, но судья показывает с касанием блока и в пользу Чарапче. Недовёл мяч Кастаев своему доигровщику. Между двумя нападающими мяч пришёлся. И сложно было атаковать. Олёгвинскому району. Ну, Чарапче сейчас, наверное, вторым составом доиграет эту партию. Есть уже замены. С основного состава всего. Вот здесь. Маленький раздор. Это слишком хорошо. Комфортный счёт. Омоции. Ну, волейбол это, конечно, не украшает. Дисциплинарный комитет у арбитров из карточки. За ней спортивное поведение могут и удалить. Мы вчера и сегодня уже видели красные и жёлтые карточки. Так что карточки в ход уже опущены. Пятый номер. Чарапчинской команды. Аркадий Пермяков. Аркадий Пермяков. Видимо, родные братья с Евгением, да? С Либера. Ну, я точно не знаю, поэтому промолчу. Ну, похоже, похоже, ребята. Похоже, да. Похоже. Играется мяч. И можно что-то придумать. Либер это помог. Еще раз, хорошая доводка. И все-таки, все-таки выстояли в этой розыгрыше. На два раза Либера в защите сыграл очень хорошо. И в Касань. Сейчас посмотрим. Вот мяч возвращен. Александр Петров. Силовая подача, к сожалению, не достигает желаемого результата. И 15-6. Шестой номер у нас. Восьмой. Восьмой. Попов, да? Есть подача, есть доводка, но... Но вот на подачу удара, да, явно не хватает. Опять скидка. В одиночку пытается Василий Горбунов боевать. Состязаться с Чуропчой. Везде он. Но Чуропча по всей длине сетки нападает. И сейчас диагонали хорошая. О, из доигровки хорошее завершение. Василий Тумфали. Блок-аут. Нет. Седьмой мяч. Блок-аут. Ход почему-то закрывал Василий. А Иннокентий был... Закрывал линию. Ну, здесь уже определенные ротации по амплуа игроков идут, видать, у Чуропчей. Василий на доигровке. Лавров иногда в диагонали. Ну, не меняются просто. Могут себе позволить. Да, могут себе позволить. Аут. Пока по накалу страстей, но самый такой слабый четвертьфинал, да, проходит. Чуропча уверена пока впереди, как по партиям, так и по счету. Вчера, наверное, с Якуском вот за такую комфортность и бились. Третьей партии они-то выиграли тоже там. Брековый мяч уже был, да? 16-14 счет, по-моему. Поскольку я помню. С большим отрывом все время Чуропча вчера лидировал, но в конце-то Якуль сыграл очень хорошо. И вот сегодня получили состав такой. Оптимальный. Да. Можно спокойно сейчас готовиться к полуфиналу. Вечером. ut живые очень кадры вы все слышите видите возвращается после таймаута команды на площадку счет 1117 счет не такой как хотели игроки алекминского района но такой какой мы прогнозировали да ну да с такой подачей с таким вот ну здесь надо прыгнуть выше головы игрокам алек мы василий горбунов как самый опытный пытается что-то делать но надо молодым ребятам показать командное движение совсем отсутствует и мысль волейбольный отсутствует ну да это психология против республики чемпионы республики вышли они морально но психологически не готовыми 20-11 василий томфали на линии подачи и в это время перерыв до да чтобы спасти сделать коррективность алекма берет перерыв так а ну паскань и паскань а и я не знаю вот а он что он не поймет глянью из паркетами ванны он не идет но и и и и василий тумфоли по-прежнему подает четвертый раз в этой расстановке 2011 по эмоционально здесь накала нету поэтому ребята как-то по утихли за то внутри команды был какой-то разглад и 21 очко блока как тренер требовал владимир сидоров что исполняет пока черепча зарабатывает свои дежурные очки давайте вспомним как команды вышли из группы на групповой стадии алек минск сейчас вышел вышли из группу потому что выиграли в принципиальнейшей встрече команду таттинского района в пятой партии таттинский район отдал встречу и вот как итог алек минск четверть финале третья команда у них были намские ребята что касается черепчи черепчинский район вышел из первого места с городом якутском и вот группе в не было команды мужчин мирненского района счет 22 13 тринадцать двадцать один тринадцатого лет нападает связующий игрок оставив семён забегание за голову на пол на метр играется и попереносит свои плоды блок остается на месте разрублока 3 мяча 14 мяч пользу алек мы 14 22 василий горбунов алексей горбунов будет может подачи решит что какой-нибудь выход из ситуации найдет шестнадцатый мяч переходящий мяч падает в сторону черепчи сейчас немножко спад в игре черепчинцев потому что не чувствует себя комфортно какая-то для блин нас дать расслабление присутствует движение невозможно наверно до концентрации держать обеспечивать такую высокую дать себе отдохнуть однако это уже алек мата отыграл из 10 счет был и как говорят армянский 22 12 20 21 5 мячей осталось 6 раз подает василий горбунов 5 мячей подряд ничего не могут делать чинцы пробует разные варианты есть до висящий мяч был здесь если было бы движение командное здесь поднять спокойно углом назад защищались не ожидали 23 17 играется мяч атака 5 блок 1823 еще раз пять раз или нападать до 2323 будет всего лишь 5 подач это кажется в волейболе то 5 разрыв 5 мячей к требует трудно тем более против чуропчи это так надо видеть собственная ошибка 1 4 19 23 2 подач полетит альберт родников вернулся на площадку 20 23 осталось три раза еще подать на приеме у нас на подаче вячеслав соколов не выдерживает не справляется с волнением 5 сетболов 4 сетболов пользу чуропчей владимир сидоров на линии подачи тоже не рискует играется мяч неудачный паев трос была атака и таким образом вторая партия вновь остается за командой чуропчинского района пока 2-0 впереди команда заречного региона и пока давайте расскажем немножко о четверть финалах женщин пока тренеры готовят расстановку на третью партию сейчас играют команда мирнинского района и амги 2 по партиям 2-0 ведет команда мирнинского района до этого у женщин четверть финальную встречу выиграла команда алек минска как раз против девчонок из чуропчи и до них еще якутск выиграл у оленёкского района остается последняя четверть финальная игра у женщин мегина конголаски против амгинской команды под номером 1 амги 1 и этот матч мы с вами покажем а сейчас пока возвращаемся на свою игру алек минский район пытается что-то предпринять чтобы удержаться в этой игре четверть финальной встречи против чуропчинского района но мне иногда ну такое ощущение что молодые игроки согласно играть и бой дать за пятое место бороться чуропчинская команда в своей подгруппе по общекомандном результате борется за первое место им никак нельзя проигрывать но по подсчетам специалистов чуропчинская команда в среде школьника получила очень много путевок и они заняли все основные призовые места и догнать другим командам чуропчин будет очень сложно в общем зачете да в общем за счет а валетбол это и женский валетбол и мужской валетбол в чуропчинский задача максимальная здесь но девушки уже выбыли к сожалению они сейчас будут действующий чемпион республики прошлогодний чемпион надо поддержать свое реноме или взять реванш за этот год у нанцев да если другие не вмешается ну буквально завтра мы узнаем кто финале будет играть завтра два полуфинала и стыковочные матчи за пятое за седьмое за девятое за одиннадцать ну за одиннадцать место не будет узнаем всех турнирную таблицу заполним да порядковые места а воскресенье у нас ждут финалы и борьба за третье место за пьедестав распределение медалей седьмых игр народов якутии да ну вот как мы видим что в амге очень популярен валетбол монтируется большой экран на площади рядом с дворцом при дворцом площади рядом с памятником великому борцу Николаю Захарову Сахача и по разговорам все собираются в воскресенье попасть сюда в этот зал и все надеются что будет игра обоих сборных амги да но команда то в полуфиналах вот такой легкой игры для черопчи точно не будет конечно но еще не известно будет ли встреча амга черопча это да и жеребьевка там жеребьевка в полуфиналах и обещали вчера после открытия церемонии открытия привести дополнительных трибун скамейки вчера увозили на открытие скамейки поэтому тут мало сидячих мест но мы чуть-чуть открылись третья партия алек мы ведет 2-1 неожиданное пока начало но необычно и 2-2 и 2-2 уже ну ну игровая дисциплина ну мне кажется что чтобы вот на пьедестале стать кроме вот мастерства индивидуально для черомчица обязательно надо вести командный разговор общаться с друг другом и игровую дисциплину ну соблюдать так скажем и ну часто слышно упреки взаимные это в волейболе всегда случается потому что команда ну не каждый признает свою ошибку да ну обычно в волейболисты люди очень корректные они поднимают руку когда касаются ну явные ошибки когда вот бьют тогда извиняются перед есть это ритуал товарищами да перед товарищами но все простить ошибку в подаче как бы в льготном условии надо подавать обязательно надо поддержать подачу по максимальности если не рискуешь простую подачу подаешь то надо загружать того человека ну искать такие моменты конфликтные зоны очень много нюансов всяких нюансов вплоть до геометрия мяча да ну вот в волейбол играется ну весом где-то 280 260 иногда бывает что тренер проверяет потому что в жарких спортивных сооружениях тоже этот нюанс играет маленький нюансов натяжение сетки высота там чуть чуть выше на миллиметров пять да уже ну согласитесь да у нас последние годы в республике очень подтягивается вот этот уровень близится к мировым стандартам табло цвет кирменные да и это не может не радовать все стараемся сделать очень качественной в том числе и уровень судей ну по истории волейбола если считать волейбол американский вид спорта и она вот распространение получилось через Дальний Восток первые вот Америка Латынская Америка Азия потом ну попадает в Европу через Азию и вот дальневосточники ну в России начал играть ну первыми и Хабарский волейбол школа Хабарского волейбола в 50-е годы начал играть первым темпом вот жлет его еще всегда называли Хабаровской атакой это история волейбола везде написана очень интересный факт и правила волейбола меняются вот раньше ниже то лучше нельзя было прикасаться мяча подача обязательно нужно было принять снизу в одно время одно время было наоборот запрещены приемы снизу надо было кистью ну вот пальцами играть и кувыркались буквально валидбористы ну голова грудь живот вот так играли в защите а сейчас можно ногой как мы видели втором четвертьфинале игрок сборной команды города якутска очень классно да перекинуть с полуметра от сетки на полуметра от сетки и выиграл мяч ногой любой части тела да в принципе можно появляя появление вот линии атаки тоже связано трехметровая зона атаки связана тем что увеличить надежность защиты появились высокорослые физически сильные игроки ну невозможно те могут бить если пять человек будет бить это сложно будет для защиты ну и сейчас тоже постоянно правильно корректируется появился лебера в виде повтор аут семь девять аут 10 10 7 третья партия третий четверть финальная игра после образования ты аут четверок жеребьевки жеребие определит кто с кем будет играть и третью команду сейчас ведет алекма 11 7 и очень ненужная ошибка в подаче но рискует василий или это александр петров александр петров разбега не хватает да вот для такого рослого волейболиста есть а владимир сидоров все нипочем с разбега без разбега он показывает как раз да как надо подавать на таких расстояниях вот укоротил то как красиво траектору мяча была очень сложная перелетел сетку буквально на миллиметр сразу спустился вниз девятый мяч с эйсом владимир зарабатывает девять одиннадцать пока впереди алекма альберт бродников альберт бродников очень хороший без атаки здесь наигранная комбинация заранее указанная не исполнена и тоже хотели волной доиграть мяч на высота мяча не позволила атаковать на такой чудо удар донести касание сетки и счет у нас равный одиннадцать одиннадцать тройным блоком выпрыгивает черепча вот такое ощущение что черепчинцы дали возможность алекме приблизиться да и потом опять убегают нет алек этой партии всегда впереди но этим не воспользовались да это нападающим ударом сложно назвать всрыв удара ну волейбол вот сложность волейбола и красота интрига волейбола заключается именно вот молниеностость и принятие решений красота вот бывает такое что ну такое напридумать что как будто невозможное возможно да да а правильные решения принимает тот кто много тренируется да мышечная память уже работает в некоторых случаях и на автомате как среагирует тело на автомате это зависит конечно от количества и качества тренировок загнали Василия в сетки и с такими габаритами затормозить было ему очень сложно ну пытался за счет гибкости уйти от сетки ну не получилось 14-11 очень легко вчера в час справляется своей задачей уже выходит вперед и уже отрыв себя обеспечивает нет Василий все-таки добился своего выиграл мяч в атаке ему бы ему бы на пару да еще одного такого же думающего нападающего я думаю что барагонца в следующей игре Алекма будет один из ну фаворитов потому что такими игроками собрать команду не сложно ребята молодые да тем более призеры молодежного первенства республики еще научат играть тренера своего мастера спорта по мастер-рестлингу неоднократно чемпиона Гаврила Сипцева да расширяется география ну и мы помним что у нас в республике волейбол был ну были команда мастеров Еленский Мирном Тикси вот лётчики одни мастера играли временами мастера спорта Советского Союза появлялись команда Холдана Нюрингри Ленска депутатским был очень добротный мастер спорта ну Ленска это мекка до сих пор она Юрий Шустов мастер спорта и Дарьянки никуда мастер спорта Константин Щепилов КМС да по-моему или мастер выполнен ну у нас мы не можем сказать что вот но и есть воспитанник Юрия Шустова который командах первой лиги и высшей лиги играет они ну просто они не привлекаются здесь да Сапко Константин время от времени появляется Сапко Константин ну сейчас любить он работает нефтяной компанией и говорят тяжело уже от работы отпрашивать цены ну если бы он попал бы в свое время ну выбрал бы волейбол профессией да он бы играл в команде или в Красноярске или где-то там все равно в Новосибирске еще тренировался но приоритеты другие мы пожелаем Константину успехов в дальнейшем Мирнинские волейболистки выиграли у команды МГИ 2 3-0 тем самым вышли в полуфинал женской волейбольной сетки а сейчас у нас третья четвертьфинальная встреча мужком волейболе встречается Чуропча и Олегминский район Чуропча пока введет как по партиям так и по счету в третьей партии два полуфиналиста среди мужчин уже выявлены это Амгинский и и намские намские районы да здесь до сих пор меня маленько колотит после матча можно сказать что якутс имел шансы реальные шансы да реальные шансы второй партии кондика в честь мячей четвертой партии сравняли счет ну и в некоторых случаях прямолинейно действовали а в некоторых случаях как говорится не вынужденные вот ошибки ну и по настрой по составу сегодня намские сборная намского вопросов нет по балансированию да все хампула у них хорошие исполнители и наигранность очень хорошая как говорят чем сильнее нажимаешь прыжуну чем мощнее она выпрямляется да ну такое ощущение было когда первую партию проиграли и вы уже проигрывали вторую партию там 6-7 мячей да пружина дошла вот до конкретной 6-13 до предела дошла и выпрямилась буквально за секунду и это сломило сломило можно сказать волю сборной города Якутска особенно вот ну один из центральных допускал ошибки ну за команды играла считает Никита за и блоки атаку у него конечно иногда он короли своего нападающего и в одиночные блоки амга ну и намцы Николай Павлов да и Сергей Павлов и Семен Слепсов да справлялись ну легкую ну меня порадовала игра Слепсова он невозмутим был проигрывал выигрывал как зимой и летом одним светом но я думаю что в финальных полуфинальных играх волейбол такая игра что там чуть-чуть какая-то непорядок психоэмоциональная в составе даже осторожно неброшенное слово может сыграть роль да есть такое согласимся с Александром мушницким а тем временем у нас счет 21 что что потенциал есть но по темпу да поспешил вообще чудо но это наверное не позволит черепчинская команда высококлассная школа а потом жеребьев у нас будет трансляция игр ленский и усть алданский а сейчас мы с вами прощаемся до скорых новых встреч